Всем привет дорогие друзья! Снова с вами Алексей и прохождение карты Material Energy в четвертой степени. Вот так выглядит биосфера, если отсюда убрать побольше воды. Ну то есть у меня аж раньше тут все было залито, я спускался по воде, потихоньку ее убирая, ставля факелы. Вот здесь у нас помните была груда всяких вот этих наших, как они называются, удобрений, ну руд с удобрениями. Мы это все собрали. Вот здесь была вообще-то такая большая колонна, я ее зачем-то снес, но мне понравились вот эти блоки и мне оформлять интересно. Вот так, нашелся сундук где? Вот этот сундук, это когда вот я сверху залазил, я его сразу встретил. Затем в колонне, по которой можно по лестнице спускаться вот туда вниз, тут с левой стороны в стене есть сундук, это мы тоже нашли. И если честно не помню, что там уже лежало, но что-то лежало. Больше вроде бы здесь сундуков не было. Затем я начал собирать вот в этой здоровенной банке весь креотиум. Да, он называется креотиум, не креазот. Так, и внутри нашел еще один сундук. Здесь лежали, кстати, инваровая броня здесь лежала, я забыл куда ее положил, надо бы ее одеть, наверное. Да, вот пойдем сейчас в новую карту оденем. Так, и что я заметил, вот эти вот блоки, вот эти блоки, вы видите, вроде как, вроде как стекло, блин, 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 вылазь, вылазь, дурачок. Глупый, вылазь, он не хочет вылазить из него, блин. Вот так вот я неоднократно уже попадался на этом стекле, дурацком. Стекло, которое не стекло, понимаете? Так, сейчас еще попробую отсюда выпрыгни. Да, неплохо началась серия, согласитесь. Так, ну ладно, ничего страшного, это мы сейчас оденемся нормально, и там все пойдем заберем, ничего страшного. Так, значит, во-первых, что я тут еще интересного сделал? Значит, посмотрите, мне в комментариях оставляли, сделай детский сад для мини-ми. Мини-ми сделал, смотрите, вот так замечательно можно подходить, смотреть на них. Да, они, конечно, сюда не хотели, они выбегали, все мини-ми, которые я собрал, смотрите, все они тут. Но мне просто сумка там досталась с пятью мини-ми, по-моему, там еще что-то доставалось и так далее. Так, также в Victory Monument я сделал такую прикольную штуку, это для вас, наши дорогие зрители-подписчики. Это такой Victory Monument моих комментаторов к видео. Да, смотрите, все, кто меня хоть как-то комментировал, все на этой стене. Если будут появляться новые, новые игроки, в смысле, не новые игроки, а новые комментаторы, я их сюда... Стена большая, короче. Комментируйте. Да, особо активных я отмечал вот такой даже, вот, допустим, Мистер Кейлс, Тимур Хубеддинов, Мистер Тантанв, Змей 25-й, Максим Рассашанский, Сир Плюс, по-моему, все. А, Артем Варламов, извини, еще Артем Варламов. Может быть, кого-то я... Ну, в общем, как, это вот кто запомнился мне по комментариям. То есть, я не там не считал никакие комментарии, сколько штук каждый оставил. Ну, в общем, самые активные отмечены. Все, будем пополнять этот список и так далее. Так, нашел я две... Так, блин, вот я заметил, что можно вот так по-быстрому чик. Нашел я еще две статуэтки. Вот они, они. Кстати, можно их тоже в Victory Monument. Так, это реактор, Victory Monument. Вот, можно их сюда поставить. Квесты я, по-моему, эти сдал. Так что, можно уже их ставить. Так, это у нас Гаст. И кто-то там еще. Сильверфиш. Короче, чешуйница ее так называют обычно. Ничего с нее не выпадет. А ну-ка. А-ну-ка. Так, кстати-кстати. Дашь золото, дашь. Свинья, давай мясо. Так, а ну-ка, Голем. Голем не дает. Он, по-моему, один раз дал железо и все. Так, курочка даст яичко. Это даст кожу. Давай, кожу. Не, не дает. Так, так, так. О, кстати, а что житель дает? Ничего не дает. А, вот кожу. Корова дала кожу. Молодец. Так, вот такие вот дела. Вот такие дела. Теперь отправляемся в реактор. Где наш реактор? Это наша обсерватория. А реактор где-то здесь. Я же не просто собрал, не просто собрал креотиму этот. Я его еще и залил в наш генератор. В реактор, извините. В реактор наш залил. Что там у меня? Так, в реакторе. На самом деле в реакторе топливо уже было, как оказалось. Его нужно было просто залить этим самым какой-то охлаждающей жидкостью. Она сюда, кстати, подходит не только креотиум. Сюда подходит и редстоун жидкий, и эндериум. И, по-моему, эндериум. Ну, короче говоря, жидкие эндер глаза вот эти. Эндер жемчуг. Так. Единственное, что вот этот креотиум, у него гравитация есть. То есть нельзя его просто прицепить вверх, и чтобы он слился вниз. Он как бы именно опадает. То есть он имеет свой какой-то вес, наверное. Поэтому получается, чтобы заполнить каждую вот эту ячейку, я почему-то решил все заполнить, нужно по 4 штуки закинуть в каждую. Вот. В результате теперь, если его включить, ну, тут просто запас энергии есть. И он, видите, это, кстати, тратится. Тратится на МЕ-систему, кстати. Так. И вот, если я включаю реактор, ну, доходит почти до 300%. Не знаю, почему именно 300% нету. Я посмотрел все-таки, не выдержал одно видео Немсона. Кстати, шестую серию. Он эту биосферу очищал именно сам. Именно без всякой воды. Именно бегал, воевал и так далее. Не знаю, хорошо ли это. Ну, короче говоря, у него как раз реактор почему-то на 300%. Ну, он, ну, в смысле, 300% держит. Хотя он залил только нижний уровень. Не знаю, может быть, поэтому и, собственно, держит. Заливал я. У меня попалась сумка с банками. Много банок из Thermal Expansion. И я их наливал и вот сюда таскал. Так. Ну, что ж. Убили меня, получается. Надо бы поискать, куда я делал ту броню инваровую. Наверное, я ее положил куда-то в эту самую. Сундук. Так. В том сундуке точно нет. Так. Вот это вот то, что доставал я из сундуков внизу там. Куда же я ее положил? А, вот она, инваровая броня. Отличненько. Так. И там еще, кстати, лежало это то, что было в сундуке. Вот в этой здоровенной банке с Кривотимом. Еще шесть инваровых этих было колес. Так. Так же банки есть. Это вот то, чем я таскал. Это все у нас есть. Так. Ну, что ж. Давайте это, наверное, оденем. Чего тут? Штанов только нету. Я вот что-то не понял. То ли там штанов не было. Так. И надо бы сковырнуть ту штуку. А чтобы ее сковырнуть, надо чем-нибудь заложить. Чем-нибудь заложить этот Криотиум. Потому что надо было погибнуть в начале серии. Это кошмар какой. Так. Вот это мы берем. Вот это все закидываем обратно. Так. Золотой самородок. А мясо положим туда. Так. И вот эту кирку возьмем. Да. Так. Ну, в общем, надо заканчивать с этой картой. Интересная, конечно, карта была. Сколько я с ней мучился. Вот. Но все-таки домучился. Так. Ну, и здесь, как вы видите, вот меня еще интересует, что внизу. И, по идее, если там сундук, может быть, и здесь сундук есть в центре. Ну, вроде как, вот оно все прозрачное относительно. И, вроде как, никакого сундука там нет. Так что, в общем-то, это хорошо. Так. Так, здесь мы сейчас заложим просто-напросто. И вот здесь сковырнем нашу могилку. Опа-опа-опа. Так. Штаны только оденем, наверное. Вот. Все остальное. И, кстати, кстати, вот этой штукой я так и не научился пользоваться. Я знаю, что сюда можно вставлять щиты, сюда мечи. Но как переключаться, мне там в комментариях оставляют. Вот. Но я не нашел эту кнопку. Не знаю, подскажите вот именно, как она называется в настройках. Потому что мне что-то лень пробовать каждой кнопки. Я боюсь, что я сейчас понастраиваю там. Так. Вон еще есть сундук. Вот он есть сундук. Это мы видели. Вот. В общем, весь кварц я здесь собрал на этих островах. Получилось около 1600 кварца, если все собрать. Вот. Так что это хорошо, в принципе. Так. Сейчас мы это все выложим и будем загружать уже следующую карту. Ну, а, кстати, пока что мы почитаем комментарии наших. В общем, постоянная наша рубрика «У сороки на хвосте». Мы ее сегодня так назовем. Так. Сейчас я вылезу отсюда. Итак, читаем. Что нам прислали наши дорогие слушатели, зрители? Так. Олег Макаров. Топор, который ты нашел, надо заряжать на 10 миллионов РФ. Согласен? Согласен. Вот этот топор, который я находил там в какой-то предыдущей серии. Где-то он, вот он, самый крутой. Видите, вверху-то 0 из 10 миллионов РФ. То есть, он, в общем-то, сейчас без зарядника ничего особого и не значит. Согласен. Так. Мистер Танф Танф. Пан в карте с рудами. Если спуститься вниз расщелины, там будут стаканные блоки песка. Гравия земли на этих блоках стоит сундук. Понятно. Немного запрятан. Поищем. Так, он же. Елориум в карте с рудами. Понятно. Тимур Хубеддинов. Это наш Тимур, который был Роман когда-то. Криотим, а не Кризозот. Согласен. Это так называется. Вот эта синяя жидкость. Так. Максим Рассошанский. Ты можешь попробовать использовать мод Mind and Blade. Это вот про вот это, о чем я говорю, собственно. Вот это вот. То есть, да, можно включать. Видите, у меня сейчас курсор бегает только по моему инвентарю. А можно переключиться как-то на... По бокам там три слота есть. Слева и справа по три слота. Вот как это сделать, как на них переключаться, я не нашел. Если кто найдет, напишите, я с удовольствием переключусь. Так. Бим Ватт. Бим Ватт, наверное. Вроде бы вещи из Тинкер Констракт можно чинить и в верстаке, и в инвентаре 2х2. Вот это было, да, приятно. Да, действительно, в Аграриан Скай я чинил вещи запросто. Вот этот у меня деревянный... Деревянная кирка, которая уже, зацените, уже Автор РПР2. Тут я его до легендарного прокачал. Не то, чтобы я им просто... Я просто им пользовался, поэтому скорость 12.5, заметьте. Так вот, чиниться обычным деревом, и можно не обязательно бегать в Тинкер Констракт. То есть, вот если есть дерево, его, кстати, надо взять с собой, штук 8 на всякий случай. Вот, а броню, наверное, мы выложим сюда. Так, я, кстати, хотел бы посмотреть. Инваровая броня, она же, типа, лучше, да, чем бронзовая. Конечно, лучше. Так, поэтому мы это сюда выложим. Единственное, что здесь, смотрите, Fire Protection 5. Более зачарованная. Ну, ладно. А тут, кстати, тоже Protection 2, смотрите. Fizzer Fail 5. Да, отличная броня. Единственное, что чинить ее нужно будет инваром, поэтому не очень хорошо. Так, надо что-то придумать с моими головами. Куда-то их надо выставлять. Так, ну и... А, надо вот, знаете, чего сделать? Надо этих самых сделать. Факелов. Потому что сейчас мы пойдем в такую муть, что лучше там, чтобы были факелы. Так, вот эти пока дротики отложим. Стрелы. Так, ну этим луком, я так понял, только вот этими стрелами стрелять. У меня их, получается, нет. Так что мы, наверное, лук вообще выложим пока что. Вот, уже заряжены, кстати. Ладно, не будем мы пока его брать. Обычный лук есть вообще тут? Какой-нибудь обычный лук? Ладно, раз нету, значит нету. Факелы тоже возьмем. Эту стрелы выложим. Возьмем эти. Пускай они малоэффективные, но зато их много. И они у меня есть. Их все равно надо когда-нибудь выкидывать. Так, это возьмем. Это топор. Я хотел попробовать. А вот эту кирку вообще надо выложить. Так, все, загружаем карту. Вот уже прошло 10 минут видео, а я до сих пор ничего не сделал. Но зато показал, что к чему. Так, ведро на всякий случай возьмем. Может, кого залить надо будет. Чем-нибудь залить или там взять какую-нибудь эту. Так, и я хотел направиться в спешалайо. Здесь мы загрузим карту. Здесь мы загрузим карту. Так, вот эту выгружаем. Забираем. Заходим сюда. Ее сюда кидаем. Так, и нам нужен, нужен, нужен Miners Delight. Miners Delight. Так, и загружаем. Хорошо. Ну, пошли осваивать, что мы там имеем. Так, смотрится весьма так хмуро. Согласен, хмуро. Ух ты, сколько тут руды. Ну, все, ребят, это вы меня порадовали, конечно. Так, включаем F7. И сразу начинаем тут все. Так, вот и сейчас испытаем двойной топор. Посмотрим, насколько он хорош. Ну, вообще ничего так. Смотрите. Смотрите, он рубит. Он рубит. Так, факела, факела, факела. Так, ребят, давайте пробежимся вместе. Побежали, побежали за мной. Все за мной. Стрелки, зомби. Все бежим за мной. Я тут такой, видите, смелый. Сильно дофига смелый. Ага, там все красное. Понятно. Ставим, видите, тут именно все из руды. Какой-то праздник какой-то. Так, вот тебя я не люблю. Не люблю тебя, не люблю. Ведьма, плохая ведьма. Так, вот это я плохо, что я в нее со звездочками. Сейчас меня тут вообще добьют. Могут добить, да. Так. Ну, кое-где поставили, кое-где нет. Надеюсь, тут никак... Так, 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 где мой топор, где мой топор? Все. Что успел, то и успел. Так, ладненько. Теперь более серьезно к этому делу подойдем. Где наша обсерватория? Наденем нормальный... Как нормальный? Это и был нормальный костюм, который ты сейчас потерял. Так, возьмем вот этот топор. Вот эту кирку пока что. Так, и факелов, конечно, нужно ставить, потому что... Не светит, нифига. В смысле, светит? Так. Ладно, туч. Извините. Так, вот таких не хватает. Надо палок. Так, такой уголь я жарил. Там березы. 64 есть. Так, какая-то одежда есть. Надо этот самый что-нибудь поесть взять. Немножко хотя бы. Зачем ты нажарил картошки, а там ее сдавать по квестам надо? Зачем нажарил? Непонятно. Так, ну что? Ой, вот этого товарища я вообще не люблю. Я имею ввиду лучников. Так что придется какие-то брать все-таки стрелы. Так. Ну, из этого арбалета очень долго стрелять. Я, по-моему, из вот этого стрелял. Так, ну стрел же ж нету. Этими стрелами, по-моему, не подойдет. А может быть и подойдет. Так, ладно, возьмем вот так. И возьмем какие-нибудь ножи. Вот такие. Сейчас мы вас со всеми разберемся. Так, ну... До могилки далековато, конечно. Так, смотрим, что это за топор. Так, тоже себе так себе топор. Так, хорошо. Вот, хорошо, что ты сюда пришел, друг. Вот, вот, хорошо. Вот все лучники надо, чтобы приходили поближе. Потому что, что они там? Так, ну дело в том, что они же спавнятся и спавнятся. Надо хоть по чуть-чуть отбивать. В общем, войн из меня, если честно, никакой. Кто смотрит мои летсплеи, хочет посмотреть, как нужно воевать, нет, можете не смотреть. Плохому могу научить. Да. Так, значит, давайте поотобьем хотя бы здесь наше расстояние. В смысле... О, гляньте, какие зомби. Что это за зомби, у которых много так сердечек? Так, ну они же когда-то все-таки немножко уменьшатся. Так, здесь все закрываем, закрываем. В смысле, засвечиваем. Разная руда вообще-то. Так, сейчас вам бы гранатку взорвать. Кстати, о гранатках. Ну, я имею в виду о динамитах. Динамит же можно взрывать, он же руду хорошо копает. Ну, в смысле, он очищает все от каблстоуна и так далее. Ребят, вы что так все собрались тут в одном месте? Так, кстати, у меня топор-то, наверное, тоже ломается. Этот топор кварцевый, насколько я понял. Значит, чинить его кварцом можно. А кварца у меня много. Знаете, как вятского кваса. Кварца у нас много. Делаем мы его много. Поэтому хорошая идея. Так, блин. Так. Ну, что ты уже не взорвался. Уже взорвался, да и все. Так, я голодный. И холодный. А вот откуда ты взялся. Так, сейчас меня опять, по-моему, завалят. Это будет плохо. Давай уже лечись, а. Откуда ты взялся, блин? Тихо, 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 тихо. Прикрой меня, прикрой. Да, давай, давай, давай. Так, отлично. Скелета нет. Так, ну вообще не так легко, как оказалось. Так, надо, надо чуть-чуть переждать. Надо быстро, если успею, еще переждать. Вот. И забрать, наверное, свою эту самую могилку. Она тут, в принципе, недалеко. Но, да, так, есть у меня там зелье приворотное. Ну-ка, что мы там имеем с зельем? Где-то оно тут было. Куда же я его мог положить-то? Черт его знает. Оно мне как-то мешалось. Я не знал, куда его положить. Возможно, вы мне систему засунул. Где же, где же, где же, где же оно? Кстати, попался мне оловянный блок. Хм, если учесть, что я сейчас олова могу, в принципе, и найти. То почему бы, пока я не лечусь. Как же он называется-то? По нашему квесту-то пройтись можно, аж в конце концов. Так, надо вот это все позакидывать сюда, сюда, сюда. Так, так, где у меня квестбуки? Куда-то все... А, я же погиб, поэтому квестбука нету, да? Так, мне же нужно было сделать... Я забыл, как она называется, эта штука из Tinkers Construct. Вот, вот это. Tool Forge. Давайте посмотрим, как она делается. Tool Forge. Tool Forge. Так, нужны брики вот эти, да? И блоки. А с бриками у меня... Не знаю, как. Ну-ка, смотрим. Брики красные. Но я бы эти не стал. Из них можно Redstone потом получить. А других у меня, по-моему, нет. А вот тут, может быть, и есть. Вот. Skystone Brick. А ну, давайте попробуем. Значит, берем вот эту Tool Station. Вот, Tool Station. Ломаем ее. И из нее попробуем сделать... Из нее попробуем сделать вот этот... Из олова. Ага, нет, нифига. А из олова вообще интересно. Можно? Ну, может быть и можно. Но, видимо, не с помощью этих бриков. Надо обычные брики. У меня обычных сейчас пока бриков даже нет. Представляете? Ну, нету Cobble Stone. Вот поэтому и нету. Так, ладно. Закинем пока. Закинем пока. Это поставим на место. Так, что я не лечусь-то? Почему? Так, поставим, где стояло. Так, да. Сложно с ними, согласен. Согласен. Сложно с ними. Так, ну, надо... Единственное, я надеюсь, что они тут не это самое. Они не сбивают факелы, как это было в третьем Material Energy. Потому что это было реально невозможно все засветить. Потому что только ты засветил, а они пришли и все поломали. Так, потихоньку, потихоньку будем продвигаться. Опять эти самые скелеты. Не люблю скелетов. Вот, они же тут всякие волшебные еще скелеты. Со всякими зачарованиями, понимаете. И так бы вообще не боялся. Так, надо добыть мою все-таки броню нормальную. Так, где я там погиб? Ох, там их много всяких разных, а. Гляди. И знаете еще, что я заметил? Я до сих пор не встретил нигде лаву. Ее реально нигде... А это что значит? Вот что сейчас летало? Эй, ты нормальный, а? Вы видели? Слаймы не летают, ты че? Ля, он взял, улетел ко мне туда прямо. Ух ты, сердечко нашел. Какое-то. Так, а ну-ка, давайте-ка пощекотим вот этих. Ты в броне очень не люблю. Ой. Я думал, ты будешь идти дальше. Походу тебе стрельну. Ой, ой, ой. Кстати, у меня была кирка от Игнисиуса. Она поджигала. Че я ей не дерусь, почему? Так, а ну-ка. Идем в самую гущу. Ох, сейчас мне тут наваляют. Ля, у меня броня вообще ничего не держит. Тихо-тихо. А-а-а-а. Так, все, я понял. Тут вообще надо осторожно. Так, ну это, конечно, надо проходить не на видео, конечно. Это надо взять аккуратненько. По чуть-чуть там выбивать их всех. Поставить заборчики какие-никакие. Разлить водички побольше. Вот, взять там. Издалека их всех пострелять. Че у меня тут есть еще из хорошего? Вот это есть. Так, 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 так. Ладно, возьмем пока вот такую кирку. Брони нет никакой. А, у меня кольчуга есть. Кольчуга какая-никакая. Тоже броня. Так, возьмем что-нибудь поесть. И с едой как-то слабо. И факелов нету. Так, ладно, надо пробиваться к своей броне. Однозначно. Ой, они все там встали. Молодцы, блин. Так, а что у меня из оружия-то есть? Из хорошего. Деревянный меч-то ладно. Не, у меня там есть всякие рапиры. Был какой-то топор здоровый прямо. Это, наверное, я его потерял, да? Да, точно. Наверное, его потерял. Так, вот такая шпага есть. А, есть вот такой топор. Давайте потеряем оба. Картошечки, наверное, надо еще взять. Так, все. Теперь я серьезен, ребят. Я теперь серьезен. Так, до туда я не дострельну. Да, не очень-то вообще-то. Так, а вот этот топор. О, ну так это, по-моему, другое дело совсем. Гляньте, как вот. От него даже убегают. Ничего себе. Хороший способ. Так, здесь бы, конечно, выровнять все. Тогда легче было бы бегать. Так, 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 так. Хороший топор. Ну, нельзя сказать, что прям супер-супер. Блин, я до него не достреливаю просто-напросто. Так, привет. Знакомься, новый топор. Эх. Это совсем плохо. Это вот все дурацкий скелет. Эх, не бейте меня. Да гасни ты уже. Плохой, плохой скелет, плохой скелет. Что это за звездочки, которые вообще ничего не выбивают? Так, ладненько, ладненько, ладненько. Забираем хоть что-то. Всяких луков понабирал. Так, ботинки оденем. Но вот эта броня, наверное, хуже, чем эта, да? О, фаер протекшн, отлично. Так, 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 так. Так, вот такой топор возьмем на всякий случай. Так, пока что меня что-то никто не бьет. Это хорошо, конечно. Факелы есть, есть. Сейчас мы будем по чуть-чуть пробиваться все-таки. Не знаю, чем мне понравился этот топор. Ничего, он нифига не бьет. По-моему, этот даже лучше. Так, наконец-то попалось много лазурек. Взрывай. Отлично. Трусы. Что я могу сказать, трусы? Так, скелет, скелет. Все, кончились у меня эти самые. Так, ну где-то были кортики. Кортики, кортики. Да, одни скелеты нападают. Ужас, 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 ужас. Отступаем. Надо пробежаться и хорошо поставить факелов. Побольше, 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 чтобы нигде никто не спавнился. Так, вот здесь кусок заспавнился. Так, там расщелина вниз. Мне, получается, сейчас не очень нужна информация о том, где там какой сундук лежит. Мне тут бы засветить все по-нормальному. Ну, вроде бы и карта не сложная. Нельзя сказать, чтобы вот прям как-то сложно с ней все было. Ой, блин, тут вообще везде одни скелеты. Тихо, 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 тихо. Не взрывай меня. Не убивай меня. Блин. Так, вот такие у нас проблемы. Короче, что я хочу сказать. Не надо так вот бежать на карту. Ее же придумали профессионалы. Что ты думаешь, что вторая карта намного... Проще, чем первая. Вроде бы все открыто, да. Но просто нужно потихоньку, потихоньку... Так, где она? Вот она. Так, я еще и залез в какую-то дыру, и там умер. Молодец, Алексей. Так. Ну-ка, надо стратегически подумать. Так, надо скелета, что-то с этим скелетом сделать. Сейчас тебя деревянным мечом. Привет. Ты меня видишь, но не знаешь, почему в меня стрелять нельзя. Привет. Так. Ну что, поставить везде факела. Но они же будут все равно лезть откуда-то. Вот. И они что-то именно скопились, скопились. Жалко, нету мода с этими, с таурами, которые могли бы стрелять. Сюда бы запустить какого-нибудь мини-ми сумасшедшего. Пускай он тут бегает, всех убивает. Так нет же, мини-ми только прокастить умеют. Так, ладно, ладно. Вот и скелета достал, да? Нечестно. Что ты, трус? Так, ладно. Ну что ж, три раза убит. Трижды погибший. Не очень это хорошо, конечно. Будем пробиваться. Потратили кучу всякой брони хорошей. Ну, в общем-то, всю броню потратили. Осталось вон, дерево. Так что будем по старинке. Ну, кстати, у меня тут еще и меч торчит. Кстати, лонгсворд. Который когда-то мне помогал. О, гляньте, какая красота. Так, что, быстренько смотаться за своей этой самой? Вроде там никого нет. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик. Извините. Ой. Ой, вот. Чик. Отличненько. Это снимаем. Это одеваем. Чик-чик. Ой. Вот это оденем. Так, и обувь, обувь, обувь. Где? Вот она, она. Так, и с помощью лонгсворда постараемся отсюда выбежать хотя бы. Так, ну, в общем-то, нормально, нормально. Поставить везде факела и будет все отлично. Да, вот там, на дальних участках, там, видите, их сколько много спавнится. Это все, видите, вот здесь уже как-то, уже их особо и нет. Так, что это за сердечко? Интересное такое. Так. Так, просто потихоньку засвечу. Главное, что они не... Ой, здрасте. Главное, что они не выбивают факела. Это самое отличное. Самое отличное, что можно было придумать. Так, привет, скелеты. Ой, спасибо, спасибо, что подбросил. Так, 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 так. Ну, вот, видите, уже почти полукарты засветили. Потихоньку все засветим и начнем копать. А начнем копать, значит, появятся материалы для работы. Вот, а это очень-очень даже хорошо. То есть, дальше будет идти продвижение. Вот, во-первых, я так хочу прямо сейчас лазурит скопнуть. Потому что на лазурите у меня там... Так, 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 так. Короче, погонять надо, народ, погонять. Просто заставить бегать за собой. Вон ведьмы там стоят. Ведьм вообще не люблю. Сколько они мне крови попили еще в третьем. Материал Энерджи. Так, 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 так. Так, 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 так. Ух ты. Пули свистят. Прямо над тобой. Так, ну что ж. Вот так пока что оставим. Сейчас они все придут ко мне. Приходите в гости, давайте. Вот, я их тут всех убью и побегу опять. И все, когда засвечу, начнем копать потихоньку. Но это будет, наверное, в следующей серии. На этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.